Приватность Приватность – одна из частей большого комплекса пространственного поведения человека, на которой базируются взаимоотношения людей, как на индивидуальном, так на групповом и межгрупповом уровнях. Человек выстраивает вокруг себя пространство, с помощью которого отделяется от других индивидов. Американский психолог Эдвард Холл выделил четыре зоны личного пространства. Интимную – это зона прикосновений и объятий. Личную – в которую входят друзья и родственники. Социальную – предназначенную для общения с малознакомыми и незнакомыми людьми. И публичную – в рамках которой мы взаимодействуем с аудиторией. Но это деление условно, потому что зависит от некоторых факторов. Рассмотрим их на примере социальной зоны. Невооруженным глазом видно, что дистанция общения у разных культур разная. Например, итальянцы общаются на достаточно большом расстоянии, но при этом они очень контактные. Много трогают друг друга, громко говорят и активно жестикулируют. У японцев, наоборот, дистанция общения минимальна. Они друг друга не касаются и говорят тихо, не глядя на собеседника. В России дистанция средняя, но при этом мы мало друг друга касаемся и много смотрим. Существуют и субкультурные различия. Например, в сельской местности люди требуют больше пространства, чем в густонаселенном городе. Уровень приватности зависит и от социального статуса. Чем он выше, тем больше пространства требуется человеку. Но бывают и исключения, когда в условиях большой скучности и у высокостатусного человека его не так много. Но что случается, когда индивида лишают личного пространства? Хорошим примером служит коммунальная квартира. В таких условиях территория каждого жильца сильно ограничена. Это вызывает колоссальный стресс и, как следствие, рост агрессии. Каждый пытается отодвинуть других от себя, увеличив свое пространство и сняв напряжение. Но бывают и такие условия скучности, когда лишение личного пространства люди воспринимают не так остро. Например, концерты. Зрители понимают, что эта ситуация кратковременна, и они без труда могут вернуться в зону комфорта. Люди формируют границы приватности у себя в голове. В зависимости от ситуации они могут сужать или расширять их. Такие изменения позволяют им чувствовать себя спокойно в тех или иных обстоятельствах. Продолжение следует...